салют подписчикам канала томасе мы случайным зрителям этого видео все я хочу рассказать вам про ультрабук это новинка honor magic books x16 pro это ноутбук относительно тонкий в металлическом корпусе с очень неплохой начинкой которая подойдет как для повседневных офисных каких-то задач а также для работе с мультимедийным контентом на этом ноутбуке реально можно монтировать видосы реально даже можно поиграть тут хорошая начинка и для каких-то обычных работ для учебы но в то же время для развлечений и для работы например там фотошопе или в видеоредакторе ноутбук очень хорошо собран хорошо напичкан железом у него классный дисплей я сегодня с такой вот точки зрения небольшого использования попытаюсь просто рассказать вам про этот ноут это будет не обзор а скорее такой некий отзыв без какого-то лишнего уклона в техническую сторону вопрос чисто расскажу вам субъективное мнение ну и расскажу некоторые тонкости и моменты если вы будете выбирать этот ноутбук смотрите он выполнен в алюминиевом корпусе полностью и крышка алюминиевая и низ алюминиевый весит ноутбук 175 килограмм то есть он относительно компактный по габаритам он сопоставим с ноутбуками 15 6 дюймов но тут экран уже 16 дюймов потому что рамки у экрана маленькие вот ну и почти два килограмма он весит то есть тоже относительно легкий легко его с собой где-то брать и работать с ним вне дома зарядку он в этом плане держит тоже очень хорошо накопитель тут ssd объем 512 гигов можно расширить память есть еще второй слот ssd большая решетка охлаждения тут медные трубки идут и один вентилятор вы в некоторых обзорах или на сайтах можете увидеть что ноутбуке установлена два вентилятора но нет друзья тут на самом деле один вентилятор вот я взял фотографии разобранного ноута посмотрите как он выглядит внутри тут четко видно что вентилятор один в общем то его достаточно чтобы охлаждать ноутбук принципе если вы его особо не напрягайте то он получается достаточно тихий в браузинге в интернете при просмотре видео кулер вообще не включается то есть если вы нагружаете ноут то естественно уже кулер врубается но ноутбук все равно не особо сильно шумит если открыть ноутбук посмотрите вот тест на открытие одной рукой он не проходит то есть задняя крышка поднимается ну и вот такой большой у него дисплей 16 дюймов тонкие рамки матовое покрытие тут IPS матрица установленная полезная площадь экрана 90 процентов и стопроцентный цветовой охват гамма srgb и в принципе если вы будете за этим ноутом работать где-то вне дома там на улице то отражение вы свое видеть не будете видеть вот углы обзора хорошие под углами искажения картинки нету контраст не падает вот ну и вот на свет даже направляем особо бликов ты не видно то есть в этом плане классно сделано тут есть сканер отпечатка пальцев встроенный в кнопки питания в клавиатуре отдельный блок с цифровыми клавишами полноценные кнопки со стрелками и аккумулятор тут гарантирует до 15 часов автономной работы плюс есть быстрая зарядка что мне понравилось друзья в комплекте зарядный блок вот такой вот как на смартфоне практически и заряжается ноутбук естественно от type-c 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 кабель есть в комплекте 100 ваттный блок 65 ваттный я отдельно взял от своего другого ноутбука вот такой вот блок это блок от basius тоже 65 ваттный он поменьше как видите и у него сверху есть дополнительные интерфейсы через которые я могу одновременно заряжать и ноутбук и например смартфон я ссылку на такой вот блок оставлю в описании можете пройти прицениться вот но тем не менее вот такой вот блок тоже неплох в комплекте от него можно заряжать и смартфон сейчас многие смартфоны поддерживают там даже 120 ваттную зарядку вот вы можете от зарядки смартфона подзаряжать этот но без проблем то есть вот это вот это все что было в комплекте вот в этой невзрачной коробке ну что ж давайте по порядку расскажу про ноут и начнем мы наверное с экрана потому что это одна из основных деталей ноутбука тут стопроцентный охват из rgb соотношение сторон 16 10 то есть не 16 на 9 то есть экран больше вытянутой высоту из этого у нас достигается диагональ в 16 дюймов высоту из-за того что вытянут экран удобно серфить в интернете и работать с таблицами больше информации захватывается понятный делал на экран вообще вот ну нареканий каких-то к дисплею нет совершенно то есть он приятный для глаз чисто субъективно никаких то приборов нету отдельных чтобы проверить качество картинки шим но вот так вот чисто могу сказать что ну какого-то шима бликов я тут не вижу экран вообще не мерцает на любой яркости вот смотрите я понижаю яркость самый минимум каких-то бликов на экране вообще не видно вот чисто субъективность за экран могу поставить твердую пятерку этому ноут теперь давайте перейдем чуть ниже и увидим тут наклейки из которых я могу отметить процессор intel core i5 это новый проц опять 13500h по сравнению с предыдущей моделью ноутбука на core i5 12450h вот этот ноут чутка пошустрее в пределах 10 процентов он шустрее и он более энергоемкий процессор этот плюс здесь еще и за графику отвечает процессор intel iris xe хороший запас производительности в плане графики клавиатура смотрите полноценная тут есть отдельный блок клавиш что мне нравится крупные клавиши с понятными символами и полноценные стрелки не как обычно урезанные на ноутах кнопка питания совмещена со сканером отпечатка пальцев находится она в общем блоке клавиатуры и она чуть больше утоплена в корпус и нажатия более тугие а так ходу клавиш хороший понятный с клавиатурой реально комфортно работать к тачпаду вот есть вопросы он не такой большой как я привык на своем предыдущем ноуте вот и многие пишут в комментариях что у тачпада есть некий люфт то есть он болтается да это присутствует но скорее это не пока фичи друзья потому что нижние грани когда мы подходим есть некий такой вот люфт но он как у мышки компьютерный вот там и кнопку пытаемся на мыши нажать она тоже имеет такой люфт вот тут что-то похожее есть на мой взгляд в принципе это могу могли бы вообще убрать потому что сейчас хорошо заточены жесты тут windows 11 уже из коробки установлен и в windows 11 жесты уже подразумевают отсутствие использования да там вот этих вот физических кнопок тем не менее палец по тачпаду скользит хорошо отпечатки пальцев он тут не оставляет по разъемам что хочу сказать тут в принципе есть все что необходимо но хотелось бы побольше разъемов с правой стороны тайп си он для зарядки usb 3.0 и hdmi с другой стороны есть еще один usb 3.0 и 3.5 джек под наушники вот для меня как для человека который работает с видео постоянно монтирует ролики мне нужно чтобы был картридер к сожалению вот тут нет вот чисто субъективное исходя из своих задач я могу записать этот момент загружки на этом ноутбуке не играю вот поэтому вот при таких стандартных задачах да я могу сказать что он тихий к начинаешь ролик какой-то монтировать ну конечно шумы появляются периодически ну и при рендеринге конечно идет полная загрузка процессора если я рендерю в обход графического и соответственно включается полный обдув по экрану по характеристикам добавлю еще тут 1080p разрешение картинки и 60 герц частота обновления в принципе этого достаточно то есть но это не крутизна какая-то откровенные но пиксели так глаза не бросаются нормально и рамки у экрана минимальный то есть это тоже круто сверху есть камера на 1 мегапиксель и два микрофона а теперь дополнительно по железу и программного обеспечения из коробки здесь был установлен windows 11 по процессору здесь установлен 13 генерации intel core i5-13 500 h 260 герц общее количество ядер 12 количество производительных ядер 4 количество энергоэффективных 8 и максимальное число потоков 16 автоматическое увеличение частоты до 47 гигагерц оперативной памяти в этом ноуте установлено 16 гигов принципе этого достаточно на сегодня для каких-то повседневных задач даже для работы и к сожалению память тут lp ddr4x расширить мы ее не можем память интегрирован это максимальная конфигурация ноутбука которая официально у нас продают по элементам связи хочу отметить что здесь установлен вай-фай 6 и есть bluetooth 5 ну а в плане батареи она тут на 60 ватт-час то есть приблизительное время автономной работы 15 часов в плане накопителя смотрите 512 гигов и интересно то что есть еще один слот под ssd но для многих будет сюрпризом то что значит обычный ssd тут 2280 для того чтобы добавить дополнительно еще один ssd вам придется покупать память типа 2242 есть это такой некий огрызок он поменьше смотрите еще что интересно тут динамики установлены снизу вот два выреза под динамики в принципе прикольно сделано то есть ноут у вас стоит если на столе звук отражается от стола и комфортный идет звук хороший тут кстати не плоский достаточно объемный и есть хорошие басы у клавиатуры есть несколько градаций подсветки то есть выключена средняя и максимальная подсветка мягкая кстати комфортно прям вот ночью работать и она плавно переключается не резкими рывками тоже прикольно сделано что такое премиальное цвету ноутбука вот такой светло-серый такой серебристый принципе прикольно выглядит особо так не заляпывается пыль на нем тоже особо не видна ну и вот на крышке надпись он который вы можете там наклейки какой-то заклеить единственное дополнительно еще вот под экраном тоже написано honor мелким шрифтом но это особо не видно ну что же друзья давайте по плюсам по минусам сразу резюмирую мне понравился внешний вид ноутбука понравилось что он компактные легкие материалы корпуса качественные то есть это алюминий хороший у него экран с отличным соотношением сторон то есть комфортно на нем работать реально не только с таблицами но и просматривать видосы играть в игрушки тоже комфортно и он это позволяет сделать благодаря хорошему железу то есть корай 5 13 генерации и графика intel iris x-e ноутбук легкий тихий заряжается от type-c его легко можно брать с собой и не обламываться в его производительность он быстро включается быстро выключается хорошее сочетание характеристик но цена конечно на него завышена если покупать его тем более вот где-то в магазинах рядом с домом я ссылку оставлю можете зайти прицениться вот такой вот ноут из минусов что хочу сказать ну не хватает немного разъемов хотелось бы побольше хотелось бы видеть тут type-c вот ну и принципе больше минусов то особые и нет единственное да вот оперативную память не можем расширить вот такие дела на сегодня все надеюсь видос вам понравился такой не обзор но чисто вот субъективный отзыв о ноуте спасибо за внимание подписывайтесь на канал всего вам доброго и до скорых встреч